В сводках новостей ежемесячно мелькают истории о том, что ребенок по недосмотру родителей выпал из окна многоэтажки. Редкий случай, когда дети после такого падения остаются живыми. Причина падения чаще всего банальное любопытство ребенка и невнимательность мамы или папы. Только в этом году органами Следственного комитета по Алтайскому краю проведено 10 доследственных проверок по фактам падения несовершеннолетних в возрасте от 2 до 8 лет. К счастью, обошлось без смертельных случаев, однако все дети получили телесные повреждения и нуждались в экстренной медицинской помощи. Чтобы ребенок не мог открыть окно самостоятельно, некоторые родители устанавливают специальные замки на окна. Система очень простая. Открываем окно на проветривание, поворачиваем ключ и готово в другое положение окно не перевести. Законодатели считают, что такие конструкции должны быть установлены по умолчанию в каждой квартире. В магазине окон нас заверили, что стоит это недорого, а польза несомненная. Полностью распахнуть окно не удастся маленьким детям, даже забравшимся на подоконники, или это если балконная дверь дотянуться до ручки, и соответственно открыть и выйти, выпасть на улицу. Но есть и другая позиция. Анна установила замки на окна заранее, когда была беременна. И ни разу за 7 лет ребенок даже не интересовался, можно ли окно открывать. Поэтому Анна считает, что детские замки больше маркетинговый ход, и нужны не всем. Думаю, что в семье, где, наверное, есть какие-то гиперактивные дети, возможно, которые лезут, за которыми невозможно уследить, то, возможно, да, это будет оправданная установка такого замка. Но у нас был спокойный ребенок, поэтому все равно постоянно под контролем не оставляли одну, и поэтому особо не пригодился в нашем случае. В среднем покупка окна с детским замком повышает чек примерно на 500 рублей. Те, кто ставит защитный замок на старое окно, потратят немного больше. В любом случае существенного удара по кошельку это не принесет. Кто будет проверять, установлены ли детские замки на всех окнах и квартирах, непонятно. Как неизвестно и то, когда их сделают обязательными по закону. Но многие родители считают, что вместо замков лучше учить внимательно следить за детьми и объяснять, что может быть опасно. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком.